Этого культурного события ждали многие. В новой книге Ивана Штейнера уводены у невымолная философия поэзии Олеси Розанова. Впервые в таком объеме исследуется творчество белорусского поэта, стихи которого действительно трогают сердца неравнодушных клирики. Иван Штейнер убежден, Олесь Розанов явлений не только в белорусской литературе, но и во всей европейской культуре, поскольку он изменил некоторые представления о литературе, показав, что классические формы поэзии в значительной форме устарели. И на их место пришли совершенно новые, способные открыть неизведанные горизонты современному читателю. Об этом, собственно, и книга, жанр которой автор обозначает как эссе. Я хотел так само видать, как стать поэтом, но не отримался и стал доследчиком. Ну, максимум я занимался как раз балладой славянской, европейской. У 40-х годов я как раз оборонил докторскую диссертацию. Поэтому я веду, какие тенденции характерны для развития европейской культуры. И мне вельми добро бачится уклад белоруса в огульную европейскую справу. Понять поэзию Олеси Розанова бывает чрезвычайно сложно. Строками его лирики либо восхищаются, либо совершенно их не понимают. В этом году исполняется 50 лет с того момента, как автор написал первое стихотворение. Но по его словам, он до сих пор и сам не знает, что такое поэзия. Однако уверен, что будет писать даже для одного читателя. Ведь он сочиняет не для некого, а для никого. Эти слова Олеси Розанова подчеркивают, что лирика – нечто неразрывное с ним. То, без чего он не может дышать, не может жить. Шановный профессор, звернулся до моей творчести и знайшоу там тое, что он один мог знайси. Но это и притягивает увагу, и тешит, и заявляется отзнакой вось такой профессийной, литературознавчей годности, проникнения. Сам поэт уже прочитал книгу профессора. По его мнению, никто так обстоятельно, широко, высоко, глубоко не писал о нем, как Иван Штейнер. Поэт уверен, такая книга – редкость и лично для него, и для отечественной литературы в целом. Первое за все, что меня затекала книга Ивана Штейнера, что это книга про поэта-новатора Олеси Розанова, яка ведома не только в нашей республице, а и в Европе, в приватности. И у меня дипломная праза по творчеству Олеси Розанова, поэтому мне вельми корыстно будет послухать, как Ивана Штейнера про творчество Олеси Розанова, как говорить про его слынные доследчики. Мне, как начинающему доследчику, будет это вельми корыстно. По законам термодинамики Шмель не может летать, но он не знает об этом и летает. Это, собственно, о том, что заниматься надо тем, к чему стремится душа. И Иван Штейнер и Олесь Розанова выбрали именно тот путь, который делает их жизнь полноценной, а их счастливыми – они летают. Продолжение следует...